Добрый день, это программа Точка зрения. С вами я, ведущая Светлана Мелешко. 10 лет исполнилась со дня образования Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. Что изменилось за это время в экологической обстановке в Липецкой области? Точка зрения Николая Корвякова, исполняющего обязанности руководителя Управления Росприроднадзора по Липецкой области. Здравствуйте, Николай Владимирович. Добрый день. Спасибо, что пришли. И хотелось бы с вами поговорить о тех результатах, о тех делах и задачах, которые стоят перед вашим управлением. Вот за те 10 лет какие результаты можно назвать и можно считать в истории вашего управления самыми весомыми? Ну, во-первых, хотелось бы еще раз повториться, что в этом году исполнилось 10 лет со дня создания Федеральной службы Росприроднадзора, не только по Липецкой области, но и по Российской Федерации, в том числе и данный юбилей отмечает в этом году и наше управление. Ну, наверное, это хороший повод подвести определенную черту за прошедший период, подвести какие-то определенные итоги. С 2010 года Росприроднадзор является администратором доходов бюджетной системы по всем видам негативного воздействия на окружающую среду. Это плата за выбросы, сбросы и размещение отходов. Только за 2013 год нашим управлением было перечислено в бюджет более 196 миллионов рублей, которые распределяются как, ну, это ни для кого не секрет, 20% уходит в федеральный бюджет и 80% остаются в местном бюджете. Это 40 в области, 40 в муниципальном бюджете. По сравнению с 2004 годом число налогоплательщиков, так как природопользователей, увеличилось в 10 раз на данный момент. Плата за негативное воздействие по Липецкой области увеличилась в 2 раза, чем была в 2004 году. Более того, в этом году идет также увеличение платы за негативное воздействие на окружающую среду. В основном плата увеличивается из-за увеличения числа природопользователей, которые становятся на учет. Плата за негативное воздействие на окружающую среду – это обязательный платеж, и он приравнивается к налогам. Все те налогоплательщики, которые стоят на учете в налоговых органах, они обязаны стоять также на учете и в Росприроднодзоре. Не все это понимают, и разница существенно велика между теми природопользователями, которые стоят на учете в Росприроднодзоре, и теми предприятиями или частными предпринимателями, которые стоят на учете в налоговых органах. Ну, наверное, хотелось бы отметить, что одним из самых проблемных аспектов, с которыми мы всегда стараемся бороться, выходили на все уровни власти – исполнительной, законодательной – это целевое назначение поступающих средств в бюджеты от природоохранной деятельности. На сегодняшний день те средства, которые поступают в бюджет от природопользователей, как плата за негативное воздействие на окружающую среду, эти средства растворяются в бюджетах той или иной стадии. То есть они не целевые. На сегодняшний день ведется большая работа о создании так называемого фонда природопользователей, где будут аккумулироваться все средства, поступающие от природопользователей, и потом целенаправленно распределяться на природоохранные мероприятия. Что еще хотелось бы сказать? – Ну, в принципе, наверное, достаточно большое достижение в природоохранных мероприятиях – это то, что сброс в реку Воронеж практически прекращен Новолипецким металлургическим комбинатом. Они перешли полностью на замкнутый цикл. Ну, воздух в Липецке улучшается, есть и проблемные моменты. – Ну, поговорим про них, конечно, сегодня еще. – Да, я думал, что мы отдельно про них. – То есть проблемы есть, задачи поставлены, они выполняются, и впереди еще много, как я поняла, дел. А вот насколько эти ваши реальные усилия уже воплотились в реальное улучшение качества окружающей среды? – Ну, я могу сказать только одно, что есть показатели нашей работы. Ну, наверное, я здесь скажу так, что по данным Росгидромета в Липецке комплексный индекс загрязнения атмосферного воздуха – это наиболее объективный и научно обоснованный показатель уровня загрязнения воздуха. За 13 лет произошли улучшения. Индекс КИЗА с 2000 по 2013 год снизился с 25 до 5,1 единицы. То есть он снизился практически в 5 раз, да. Ну, это нельзя сказать, что у нас экология улучшилась в 5 раз, как иногда комментируют это. Это немножко другое. – Индекс, да, уменьшился? – Да. – Ну, это понимают экологи, инженеры. – Абсолютно верно. Также еще можно сказать, что, допустим, за 2013 год он снизился с 8,1 до 5,1 единицы. То есть уменьшение индекса КИЗА, оно постоянно замечено. Вместе с тем, можно сказать, что в список городов центрального черноземья с умеренно повышенной степенью загрязнения воздуха также входит Тамбов. Индекс КИЗА его составляет за 2013 год 6,2, 5,2, извиняюсь, и Белгород 6,7. Ну, в принципе. – Понятно. А вот, значит, главная задача все-таки вашего управления, ну и многих других, наверное, подобных и в других регионах, не просто посчитать, кто как загрязняет, кто за это сколько потом платит денег, но и добиваться каких-то улучшений, да, вот получается за 10 лет есть результаты. А можно ли эти результаты сравнить, допустим, с результатами ваших коллег из соседних регионов? Как вот наша область, может быть, в чем-то опережает или наоборот? – Ну, я считаю, это не совсем корректный вопрос, и с вашего позволения я на него отвечать не буду, ввиду того, что оценку деятельности управления, это должен давать руководство федеральной службы и Министерство природных ресурсов, поэтому с вашего позволения на данный вопрос я отвечать не буду. – Хорошо. А насколько результаты по надзору за деятельностью природопользования в Липецкой области отличаются от общероссийских? Наверняка же вы подводите какие-нибудь таблицы на коллегиях. – Подводим на коллегиях, обязательные итоги. Ну, а по статистическим данным Липецкое управление, оно никогда не было, так скажем, ни в хвосте по регионам, ни вначале. Мы всегда входили в десятку областей по показателям, которые с нас требует федеральный центр. – Ну, вам приходится каждый день ездить на проверки, на обследование, да, выносить предписания вашим сотрудникам управления? – Да. Наши сотрудники каждый день выезжают на проверки. Есть плановые проверки, которых в год проходит порядка 120 тысяч. Есть рейдовые мероприятия, есть внеплановые проверки. Всего в год мы проводим порядка 250 мероприятий. – Это силами скольких сотрудников? – В нашем управлении 36 сотрудников. – То есть эта работа, получается, напряженная и, в общем-то, очень серьезная? – Напряженная работа. Достаточно прошло в прошлом году сокращение штата. На 10 человек у нас была сокращена численность нашего управления. Но и тем не менее это не говорит о том, что наша работа стала менее эффективной. – Ну, главная задача, наверное, все-таки ваша – это не подсчет и не взыскание денежных средств, там, ну, может быть, не через ваше управление, а через какие-то другие финансовые органы, а требования, да, с природопользователей, чтобы они уменьшали свой ущерб. – Абсолютно верно. У нас 15-го числа прошла конференция, посвященная 10-летию Роспроднадзора. И в своем выступлении на конференции я подчеркнул, что на сегодняшний день нами перед сотрудниками ставится задача, и также федеральным центром перед всеми территориальными органами ставится задача о профилактике среди природопользователей мероприятий, которые бы улучшали природоохранную, извиняюсь, не улучшали, а соблюдали природоохранное законодательство, тем самым улучшали экологию данного субъекта. – А вот какие экологические проекты, на ваш взгляд, определили улучшение экологической ситуации за последние 10 лет в Липецкой области? – За последние 10 лет было достаточно много экологических проектов. На сегодняшний день то, что делается при содействии, не при содействии, делается администрацией области, это очистные сооружения в Усмане. Достаточно много у нас внимания уделяется МУП, ЛИС, очистным сооружениям реконструкции. В Лебедяне очистные сооружения делаются. Поэтому здесь все-таки администрация области очень серьезную работу проводит, очень плодотворную работу. Несмотря на то, что, как я уже сказал, средств экологических, их не хватает и их не видно, администрация изыскивает ресурсы, средства, привлекает инвесторов и старается проводить данные мероприятия. – Но это же должна делать не только администрация, да? Каждое предприятие должно какие-то мероприятия проводить. – Я с вами полностью согласен, что каждое предприятие должно модернизироваться, должно проводить какие-то мероприятия. Как правило, после наших проверок, также проверок управления экологией области, предприятиям выносятся предписания, которые обязаны быть выполнены. И если раньше была практика, это взимание штрафов, то на сегодняшний день это профилактика. Если данные предписания выполняются в ходе проверки, что достаточно часто мы можем все это видеть, что предписания выполняются все-таки в ходе проверок, мы стараемся делать устные предписания, замечания, то есть не выносить штрафные санкции. – А предприятию проще, ну там разные, конечно, размеры предприятий, бывает, выполнить предписание или заплатить штраф, да? Вы стараетесь, чтобы они все-таки… – Проще или дешевле? – Проще или дешевле, да. – Я думаю, что дешевле предприятию, прежде чем заниматься производством каким-то, либо какими-нибудь промышленными действиями, легче всего и дешевле всего, сначала все привести в соответствие с законодательной базой, после чего заниматься каким-либо родом деятельности. – А, то есть сначала изучить ее? – Абсолютно верно. Изучить законодательную базу, после чего привести все в соответствие, потом заниматься. Это всегда дешевле. – Теперь получается, что любое предприятие, вот у вас вы говорили, более 700, да, стоят сейчас на учете? – 773 предприятия подлежат федеральному надзору. – Но их должно быть больше, да, фактически? Сколько их существует? – Любой предприниматель должен соблюдать природоохранное законодательство? – Любой предприниматель обязан соблюдать природоохранное законодательство. Мы ведем на этот счет и профилактическую работу, очень плотно работаем с межрайонной природоохранной прокуратурой Липецкой области. Также мы взаимодействуем и с управлением экологией области, с управлением экологией города. Вот сегодня с утра у нас проходило совещание по поручению Николая Федоровича Тагинцева по очистке городских лесов, так называемых. Там очень много вопросов, есть прорехи в законодательстве, потому как эти леса являются федеральной собственностью, находятся на территории города, откуда там должны выделяться средства на уборку, непонятно. Но пришли к общему мнению, что будем проводить субботники силами управления своих же, привлечением детей из школ, с институтов, то есть организовывать субботники. И на общественных началах будем заниматься уборкой территорий городских лесов. Потому что проблемы действительно есть, и если прогуляться по лесному массиву города Липецка, ну ситуация не совсем хорошая. Неприятная. Мы поговорим еще про примеры сотрудничества с крупными предприятиями, которые, естественно, у всех на виду. Вот Новолипецкий комбинат реализует экологические программы. То есть это тоже с вами сотрудничество с Росприроднадзором? Ну я бы не сказал... Ну не то, что сотрудничество, но по крайней мере под контролем, под надзором. Обязательно, конечно. У нас в 2012 году, я вот на всякий случай ждал я этого вопроса, ожидал, так скажем. Я взял справочку небольшую. По результатам проверки управления в 2012 году, плановой проверки ООН ЛМК, были выданы предписания. Многие из них уже на сегодняшний день устранены. Многие устраняются в процессе устранения. Ну, еще раз подчеркну, ну, скорее всего, это не сотрудничество, это надзорная деятельность, которая нами ведется, и выдается предписание. Есть мероприятия, которые реально способствуют снижению выброса и в атмосферу, и снижению загрязнения окружающей среды. И я считаю, что работа там ведется достаточно целенаправленно, и я бы сказал, даже интересно. И даже с опережением, да, может быть, с некоторым? То есть, как бы, инициативы исходят от самого предприятия? Я скажу так, в графике. В графике, да? В графике, да. Ну, вы постоянно контролируете и проверяете исполнение? Исполнение предписаний постоянно контролируется и нами, и природоохранной прокуратурой. Поэтому контроль за этим ведется постоянно. Ну, есть, наверное, и другие примеры, наверное, противоположные. Есть... Почему вот не все предприятия в области, в городе, относятся к своим природоохранным обязанностям, ну, по крайней мере, ответственно? Есть и противоположные примеры. Ну, я не хотел бы конкретизировать на этот счет. Просто скажу так, что есть предприятия, которые с большей степенью думают о своей прибыли, нежели об окружающих. У меня не так давно был разговор с депутатами областного совета. Ко мне приходил Столповский и Ксенофонтов. Там речь шла о одном из липецких предприятий, которое ни в какую не хочет идти в ногу со временем. Никак не хочет идти на уступки ни городу, ни области. Мы пытаемся реагировать. Мы на этот счет вопрос стоит о санитарно-защитных зонах, о генеральном плане развития города Липецка. Поэтому я думаю, что мы все-таки их победим. У вас много для этого есть рычагов воздействия, да? Есть рычаги воздействия для этого. Мы стараемся применять все возможные силы. Хотя законодательство у нас на сегодняшний день, ну, все-таки хотелось бы более жесткого законодательства в правоохранной сфере. А насколько крупный может быть самый крупный штраф или наказание? Самое крупное наказание, наверное, оно в Липецке очень редко применяется, так скажем. Это приостановка действия предприятия до 90 суток. Но вы пока к таким мерам никогда не прибегали еще? Нет, это мы прибегаем через сутки к этим мерам. То есть мы выдаем предписание совместно с прокуратурой, подаем в суд, и после чего выдаются предписания при остановке данного предприятия. Ну, а тогда штрафные санкции, которые могут отрезвить руководителя предприятия, какого может быть размера, сопоставимы, наверное, с уровнем экономической деятельности? Ну, в принципе, да. Там штрафные санкции идут сначала на физическое лицо, потом на юрлицо, на должностное лицо и потом на юридическое лицо. Конечно, на юридическое лицо самые максимальные штрафы. Самые максимальные штрафы. Ну, это исчисляется. Мне просто хочется понять, каким порядком цифр. 100 тысяч рублей или, может быть, сотни. Я вам сейчас этого не могу сказать по одной простой причине, что нарушения могут быть разные. Нарушения могут быть как в недропользовании, так и в выбросах. Поэтому цифры могут разниться очень сильно. Ну, в общем-то, 190 миллионов, правильно я поняла, у нас в целом собирается за год сумма оплаты за... Более 196 миллионов за прошлый год. Это не секретная цифра, она есть на сайтах везде. Поэтому ее можно озвучивать. Более 196 миллионов за прошлый год была собрана плата за негативные воздействия. И если бы, наверное, предприятия знали, что эти деньги идут уже точно на оздоровление экологической обстановки, да, был бы какой-нибудь специальный закон или фонд, как вы говорили, наверное, было бы более прозрачно. Я думаю, что было бы более прозрачно. Возможно, предприятия, природопользователи, наверное, более охотно, что ли, платили бы и более трепетно относились к данным платежам. Потому как на сегодняшний день они их просто не видят. Понятно. У меня еще такой вопрос. Могли бы вы рассказать, например, о программах, которые повлияли на улучшение, наверное, улучшение качества липецкого воздуха? Улучшение качества липецкого воздуха? Ну, об этом так много говорят у нас сейчас. И автомобильный транспорт, и выбросы, и, в общем-то... Здесь много говорят, но я могу только дать статистические данные на этот счет. У нас максимальным загрязнителем липецкого воздуха является все-таки Новолипский металлургический комбинат. Цифры, они тоже есть везде на сайтах. Новолипский металлургический комбинат выбрасывает в атмосферу порядка 200 тысяч тонн загрязняющих веществ. Следующее предприятие идет ЦЕМ-завод. Цементный завод выбрасывает порядка 10 тысяч тонн загрязняющих веществ. Там 10-12, по-моему, я сейчас цифры точно могу ошибиться. Но между ними очень большую долю имеет загрязнение от автомобильного транспорта. Автомобильный транспорт составляет, опять же, могу ошибиться, по-моему, 120 тысяч тонн выбросов в год. Это достаточно большое количество выбросов. И, скажем так, любой инженер-физик прекрасно понимает, что для человека, наверное, тот воздух, который выбрасывают автомобилисты, а они не всегда, скажем так, соответствуют экологическим стандартам, они более вредны. Да, они вот рядом проезжая часть. Это точка зрения обывателя абсолютного. И все, наверное, это понимают прекрасно. Потому что предприятие предприятиями, автомобили рядом. Но предприятия ведь за эти 10 лет осуществляют какие-то свои плановые мероприятия для того, чтобы уменьшить эти 200 тысяч. Это сейчас. А что было-то раньше? Может быть, гораздо больше. Раньше было гораздо больше. Так, ну я сейчас точных цифр не помню. Если мне, опять же, не изменяет память. Сейчас я посмотрю. Ну, я думаю, у нас порастят, если вы ошибетесь там где-то сокращение. По-моему, за 10 лет, вот то, что касается комбината, сократилось на 50 тысяч тонн по выбросам за год. Я сейчас посмотрю, где-то эти данные у меня были. Ну, тем не менее, допустим, если вы пока смотрите, я вам еще один вопрос задам. Вот с автомобилистами, с автомобилями тоже какие-то мероприятия ведь наверняка можно и нужно делать и выставить. Управление экологией города ведет постоянный мониторинг данного вопроса. Ну, я так думаю, что эта проблема стояла. Ведутся, конечно, мероприятия по данному вопросу. Их проводит в основном управление экологией города. Ну, здесь нужно еще работать, много работать. Ну, всем автомобильным заводам, наверное, производителям топлива в том числе. Вот у меня есть данные по выбросам. Так. Ну, с вашего позволения, я небольшую статистику зачитаю. Да. Работа управления направлена на реальное сокращение негативного воздействия на окружающую среду. В результате проведенной надзорной деятельности на поднадзорных предприятиях валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух Липецкой области от стационарных источников в 2004 году составляли порядка 387,57 тысяч тонн. По данным, в 2013 году составили около 338 тысяч тонн. То есть снижение порядка 50 тысяч тонн загрязняющих веществ. Здесь у меня еще есть данные, достаточно интересные по водным объектам. С 2004 года при увеличении объемов производства произошло снижение водопотребления на 27,61 миллионов кубометров. В том числе из поверхностных водных объектов на 13,24 миллиона кубометров, из подземных водных объектов на 14,37 миллионов кубометров. В то же время сброс точных вод в природные поверхностные водоемные объекты снизился на 31,68 миллионов кубометров. Это то, о чем я говорил. Практически сейчас нет сброса в реку Воронеж. То есть проблема загрязнения с водой уже, в общем-то, можно сказать, решена. Она решается. Но я не могу сказать, что она решена. Работа здесь ведется, работа плотная ведется. Тут наиболее видны результаты. Да, результаты видны. И я так думаю, что в любом случае она будет улучшаться. Работа будет вестись, ситуация будет улучшаться. А вот как вы относитесь к обсуждению в прессе такой проблемы, диоксиновой угрозы для жителей города Липецка? Предполагается сжигать твердые бытовые отходы в печах цемзавода. И вот этот проект, который поддерживается, насколько я слышала, управлением экологии областным, он может повлиять на экологическую обстановку? Вернее, там тоже ведь сжигание, это тоже газы всевозможные. По данному проекту очень много вопросов. Будет проводиться эксперимент по сжиганию. Если изначально стоял вопрос о сжигании горючей составляющей твердых бытовых отходов, на сегодняшний день речь идет о применении альтернативного топлива, которое будет получаться из твердых бытовых отходов будет производиться. Я сам лично был на производстве данного альтернативного топлива. Но пока это не в промышленных масштабах, это готовилось под тот эксперимент, который будет проводиться. Ну, у меня мнение двойственное. Как сейчас модно говорить, у меня политика двойных стандартов на данный вопрос. Потому что у меня есть личное мнение как гражданина, как человека, и мнение, которое я выражаю с точки зрения нашего управления. Они несколько разнятся. Допустим, если говорить с точки зрения нашего управления, то здесь я подчеркну мнение, наверное, также мое совпадает с мнением природоохранного прокурора. У нас в регламенте не прописано такое понятие, как эксперимент. И мы абсолютно не можем возражать против данного действия. Мы будем проводить надзорные мероприятия. Если они будут проводить эксперимент, мы проводим надзорные мероприятия совместно с природоохранной прокуратурой Липецкой области. Потому что все должно быть в рамках закона. А как только это перейдет на промышленные масштабы, здесь у меня, как у гражданина и человека, который очень много времени проводит под трубами ЦЭМ завода в частное время, у меня вызывает опасение. Опасение чисто гражданское. Потому как в любом случае менталитет нашего народа, он еще пока не созрел до западных устоек. То есть у нас нет раздельного сбора мусора, что, наверное, бы все-таки благоприятно влияло на данную программу. Конечно, эта программа, в принципе, она, наверное, правильна. Но у нас в области развивается также ведь и другая программа. Это программа мусороперерабатывающего комплекса фирмы «Альба». Я знаю, что они будут заходить в нашу область. Они профессионалы, они работают в этом. Они обеспечивают комплексный подход к данному мероприятию. И, как я неоднократно заявлял, я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. То есть цементники должны производить цемент, мусорщики должны заниматься переработкой отходов. А если данный эксперимент пройдет удачно, ну, в принципе, я считаю, что он пройдет нормально и удачно. Там никаких, я не вижу, что будут какие-то трудности в данном эксперименте. Потому как, ну, как мы знаем, всегда готовясь к эксперименту, мы все делаем идеально. Хорошо, Николай Владимирович. То есть у нас остается вот порядка трех минут, чуть меньше. То есть Росприроднадзор может влиять как-то на эту ситуацию. И как она будет меняться, тоже будет менять свое влияние. Абсолютно верно, да. Мы будем по этому поводу осуществлять жесткий надзор. Будем привлекать. Нам в прошлом году передали из ведомства Ростехнадзора лабораторию. Это федеральное бюджетное учреждение Центра лабораторного анализа технических измерений передали в их ведомства. С силами этой лаборатории мы будем наблюдать за выбросами и стараться принимать все необходимые меры при необходимой мере недопущения загрязнения атмосферного воздуха. При необходимости будем достаточно жестко реагировать, потому что я беседовал персонально по этому вопросу с Кащеевым. Будем жестко реагировать, достаточно вплоть до приостановки экспериментов. У меня последний вопрос. Ответ вам на одну минуту, если дадите. Какие еще острые проблемы сегодня находятся в сфере вашего особого внимания Росприроднадзора? Просто назовите их и над чем вы будете дальше работать. Это злободневные. Есть проблемы злободневные. Допустим, на сегодняшний день проводится работа по снижению выбросов сероводорода как от ООН ЛМК, так и на других предприятиях области. Есть проблемы, требующие решения с размещением и переработкой отходов сельскохозяйственного производства. Сделано здесь много, но предстоит сделать, в принципе, еще больше. Проблемы есть, работа в этом плане ведется. Я думаю, что с течением времени многие проблемы будут сняты. Спасибо большое за интересную беседу, Николай Владимирович, за то, что пришли. Это была точка зрения Николая Корвякова, исполняющего обязанности руководителя управления Росприроднадзора по Липецкой области. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова